Продолжение следует... ...представителя банка. При активации вредоносная программа блокировала сообщения мобильного приложения и списывала все средства со счетов. Так, в результате своих денег лишились двое жителей Ноябрьска и два жителя Куровского района. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Расследование находится на контроле прокуратуры. Во вторник утром огнеборцы Ноябрьска снова тушили деревянный двухэтажный дом. На этот раз ЧП произошло по адресу изыскателей 26В. Здание загорелось около пяти утра. На месте работали 95 человек личного состава. Пламя успело повредить здание по всей площади. По официальной информации, дом был признан аварийным в 2012 году, а в декабре 2017-го из него выехала последняя проживающая семья. На ликвидацию открытого горения потребовался 1 час 33 минуты. Полностью пожар был потушен в 7 часов 15 минут. Причина ущерб. Виновное лицо устанавливается. Проводится доследственная проверка. Молодой житель Сургута может провести в колонии до 20 лет за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Машину 24-летнего мужчины полицейские остановили просто для проверки документов. В разговоре с полицейскими югорчанин вел себя нервно, чем и вызвал подозрения. Это побудило стражей правопорядка осмотреть машину. В результате в отечественном вазе нашли сначала пакет с веществом растительного происхождения, а затем еще 69 странных свертков. Как показала экспертиза, все это спай с массой больше 300 граммов. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. И все там же в Сургуте полицейские спасли жизнь автомобилистки. Павел Шихатов и Дмитрий Балабанов дежурили на перекрестке и увидели Тойоту, которая врезалась в дорожное ограждение. В это время мимо проезжал еще один полицейский Анатолий Сельсков. Увидев аварию, все трое полицейских направились к иномарке. Девушка-водитель лежала на руле без сознания, пульс практически не прощупывался. Один из стражей порядка сразу начал делать пострадавший непрямой массаж сердца. Двое коллег принялись контролировать поток машин на дороге. Как выяснилось позже, у водителя иномарки случился сердечный приступ. Как отметили врачи, скорость своевременная и правильная помощь полицейских помогла спасти жизнь девушки. У меня к этому часу все. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах рубрики телеканала «Ноябрьск-24» ВКонтакте. Субтитры создавал DimaTorzok